Я вас приветствую, братья и сестры. Мы будем читать из первого послания Петра, 4 главы. Я почему-то ожидал еще один куплет и не вышел вовремя, чтобы вы не сели. Я знаю, вы долго стояли, это нелегко. Но я хочу прочитать совместно вставши, чтобы мы все послушали этот текст, и мы помолимся. Это первое послание Петра, 4 глава, 7 будет, по 11 стих. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странолюбивы друг к другу, без ропота. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто, говори, как слова Божьи. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог. Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты говоришь нам сегодня слово свое. Мы хотим его услышать, мы хотим его понять. Мы хотим смириться перед Тобою, мы хотим подчиниться Тебе. И великая благодарность Я за то, что Ты призываешь нас к Себе, потому что Ты можешь нас утешить. Ты являешься этим другом, который нас поймешь, который нас спас, который возлюбил нас. И мы имеем эту привилегию, имеем благодать быть с Тобою. Великая благодарность Я поклоняемся Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, служение Господу. Кто из вас помнит, была такая старушка, бабушка, ее по фамилии Гостищева, я не помню ее имя, бабушка Надя, она жила еще в одних и тех же опармитах. Я до сих пор вспоминаю, как она старалась всегда послужить Господу. У нас в той церкви были ступеньки, она уже не могла по ним подниматься. Часто становилась внизу, или кто-то из братьев должен был подняться. Она стих не могла до конца запомнить, но она все равно выходила и говорила стихи, она выходила и старалась петь своим голоском, старалась каким-то образом послужить. И вот сегодня хотелось бы рассмотреть вопрос, что же такое на самом деле служение Господу. Вчера был такой момент, у нас сосед один раз приходит иногда, дети с ним дружат, американец, и у него папа лойер, и по всей видимости они абсолютно атеисты, вообще не верят. И дети стреляли с лука вверх, и стрела полетев вверх, Неля говорит, а что если мы до Бога дострельнем? Он спрашивает, а что такое Бог? Ну и мой сын сразу отвечает, «God created everything and he created you». То есть они где-то в школе учат песенки всякие вот эти. Он говорит, «No, my mom made me». Говорит, «Who made your mom?» Думает, ну она произошла там, я не помню, как он сказал, от чего. И он говорит, ну а то откуда появилась, откуда появилась вся земля. То есть вот такими вопросами уже в детском возрасте человек как будто бы служит Богу, да? Но что такое на самом деле служение Богу? Хотелось бы сегодня задать этот вопрос, потому что это очень важный вопрос. И люди очень часто задаются этим вопросом. И послушайте такой похожий вопрос. Возможно ли, занимаясь служением, не служить Богу? Думая, что ты служишь Богу, но не служить Ему. Возможно ли такое? Или еще бывает ли такое, что я не занимаюсь какой-то литургией или вот каким-то видимым богослужением, которое мы очень часто называем служением Богу, но заниматься служением. Возможно ли такое или нет? Если я не участвую в проповеди, если я не участвую в музыкальном служении, в групповом, в детском, в какой-то молитве, в медиаслужении, да? То могу ли я все равно участвовать в служении, если меня не видно здесь, если я в чем-то не задействован? Интересно, что люди, уверовавшие в Бога, у нас есть такое на нас давление и требование, что каждый должен быть задействован, каждый должен чем-то заниматься. И люди ощущают себя чем-то таким незначительным, если меня где-то не заметили, если я какой-то вклад не вношу, и если во мне не понуждались. И часто задают вопросом, а стоит ли мне вообще искать этого служения? Кто-то может говорить, что все места заняты, это не для меня. Кто-то говорит, что меня не впривлекают. И нередко даже бывает в сердцах у людей звучит очень тихо голосок, который звучит из глубины сердца в адрес Бога. Это Бог меня не призывает. Почему-то Бог меня обделил, и Бог не хочет почему-то меня использовать в этом служении или в этой церкви. Нередко можно думать, допускать мысли, что, может быть, пастырь выбрал себе любимчиков, а меня обошел стороной. Может быть, где-то он меня в чем-то не любит. То есть даже есть такое представление, что так же, как и во всех других организациях, существует закон 20-80%. Обычно 20% служит 80%. 80% сидят, а 20% всегда задействованы. Это в любом обществе, куда бы ни пошли, всегда такой преобладает процент соответствия. Но насколько это действительно библейская истина, или насколько это соответствует тому, как Бог представляет служение? Хотелось бы сегодня, чтобы мы посмотрели в Писание, посмотрели, что Бог представляет, или что Бог имеет в виду, когда Он говорит о служении, о служении церкви. И какая должна быть у нас цель? Вот эти два вопроса я хотелось бы ответить. Для этого хотелось бы прочитать Ефесянам. Сегодня у нас уже читалось оттуда, напоминалось. Это для нас будет повторением. Я бегло посмотрю вообще вот эту идею служения церкви. Смотрите, для чего Христос вообще дает дары людям, и для чего Он все это устраивает, чтобы оно было. И Он поставил, я буду с 4 главы 11 стиха читать, до 16. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. То есть зачем все вот эти офисы или ответственность служителя к совершению святых на дело служения? Чтобы совершалось служение, чтобы существовало служение в церкви. Как Он это себе представляет? Для созидания тела Христова. 13 стих. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, Мужа Совершенного». Смотрите, созидание тела Христова, Мужа Совершенного, полный возраст Христов, то есть какое-то соответствие, чтобы спасенные люди становились все больше и больше соответственными Иисусу Христу. Какое-то созидание, какой-то рост. 14 стих. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по указу человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возвращали опять от младенчества. Рост идет в Того, Который есть глава Христос, чтобы становились как Христос, из Которого все тело, составляемая и совокупляемая посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена». Смотрите, каждый участвует в каком-то действии. Для чего? Получает приращение для созидания самого себя в любви. То есть мы видим вот эти слова, вот эти детали, которые подчеркиваются здесь. Это муж совершенный, это созидание тела, это полный возраст Христа, чтобы выйти из младенчества, чтобы все возвращали во Христа и созидались, возрастали, строились в любви. То есть вот такое представление Бог дает о служении. Когда он кого-то призывает к служению, когда он хочет, чтобы человек думал, вот я сейчас служу церкви. Каждый должен задать себе вопрос, а служу ли я церкви? Или все, что бы я ни делал, могу ли я сказать, что оно действительно созидает, созидает, взращивает, греет церковь, чтобы она возрастала из младенчества в совершенство, в образ Иисуса Христа. И вот так как люди очень часто могут на себя смотреть неверно, представляя, что лишь бы что-то делать, лишь бы где-то отметиться, очень часто оно может к двум крайностям. Мы же говорили, что человек может представлять, что если я где-то себя не проявляю, то, наверное, Бог меня оставил, наверное, служители меня не заметили. Или другая крайность бывает, когда человек начинает заниматься служением, у него есть успех, люди начинают его хвалить, и он начинает о себе очень много мнить, он начинает представлять, как же Бог благословил церковь, подарив им меня, какое пение, как я стройно мог это все предоставить, и смотри, как все слушают, какая проповедь, и сейчас я буду служить им, они все сидят, я буду хлеб им разносить. То есть такие мысли человек может даже не признавая себе в этом, он может каким-то образом ощущать, что он утверждается, на меня больше смотрят, мое положение в церкви утверждается и так далее. И первый и второй случаи, они идут в противовес тому, как Бог представляет служение в церкви. Бог представляет служение в церкви, что это моя невеста, это люди, которых я со всех народов собираю в одно место, и я хочу, чтобы они росли. Иисус Христос готовит себе невесту, с которой он хочет очень скоро встретиться, и мы читаем, что он скоро придет. И невеста, которую он хочет встретить, он хочет, чтобы она пребывала в молитве, чтобы она пребывала в любви, чтобы ее сердце было открыто к братьям и сестрам, чтобы они служили друг другу. То есть если взять больший контекст, с 7 по 11, мы можем сказать, что это портрет ожидающей церкви. Какой Христос хочет видеть церковь, когда он за ней придет. И вот если сузить наше внимание на 10-11 стих, мы сегодня посмотрим, каким образом Бог представляет служение. И я назвал эту проповедь «добрый домостроитель». Каким образом я должен жить в церкви? Каким образом я должен служить так, чтобы когда Бог на меня смотрит, Он может сказать, ты действительно добрый домостроитель, ты действительно добрый служитель, а твоего дела, что бы ты ни делал, действительно есть польза, есть созидание. Я думаю, каждый из нас задается этим вопросом. И хотелось бы, чтобы сегодня мы получили этот ответ. Как служить так, чтобы Христос прославился, чтобы действительно была польза и смысл во всем этом? Первое, что мы здесь читаем, и хочется сделать такое утверждение, ты добрый домостроитель. Ты добрый домостроитель. Обратите внимание, очень часто наше мышление у верующих, которые выросли в церкви, мы думаем, что домостроители – это те люди, которые занимаются служением, декана, пастора, какие-то боговестники. И мы читаем такие же слова. Смотрите, в титул, в первой главе там написано, «Ибо епископ должен быть непорочен, как божий домостроитель». Как будто это какой-то пастырь старший, и он, вот речь идет о нем. Первое коринфянам 4.1 написано, «Итак, каждый должен разуметь нас, имея в виду себя и других служителей, как служителей Христовых, и домостроителей тайн Божьих». Опять говорить, что это мы домостроители. Но наш текст, который мы с вами рассматриваем, 10 стих, он говорит, «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители». Оказывается, и мы с вами, простые, незначительные такие, неодаренные, так сказать, не на высоте люди, мы с вами, оказывается, домостроители. Интересно, что же это такое за слово, домостроители? Если вы читаете по-английски, то там стоит слово «stewards», в основном «stewards». Вот 14 переводов проверил, и все говорят одно и то же слово. То есть это личность, которой доверено имение и ресурсы для распределения, для какого-то управления. или можно сказать «dispenser». Это тот, который имеет какое-то большое имущество, которому доверили. Это не его имение. Ему доверили большую сумму денег или большое имущество, и теперь ему говорят, я хочу, чтобы ты правильно и четко вот это то, что тебе доверено, распределил нуждающимся. Я хочу привести пример. И с этим примером мы пойдем дальше по проповеди. Мы все знаем нашего соседа в Вашингтоне, в Сеатре, его зовут Билл Гейтс. Очень такой знаменитая, яркая личность. Он составляет сегодня, на данный момент, 85 миллиардов 600 миллионов тысяч долларов. Это его имущество. Очень богатый человек. Я не знаю, какой он по счету сейчас первый, нет. Но представьте, что вот Билл Гейтс, он при смерти захотел подарить все свое богатство Африке. Он набирает команду и говорит, мое сердце очень расположено к этим людям. Я вижу их страдания, их мучения, их голод, их жажду по чистой воде. Я вижу их кости, как они скрючены от голода. Я хочу все свое богатство отдать им. Но мне нужны люди, которые способны будут это богатство распределить. I need stewards. Мне нужны домостроители, добрые домостроители, которые позволят мне это сделать. То есть вот эта вот роль, которую будет занимать человек, который будет распределять эти финансы, распределять так, чтобы каким-то образом они достигли этих бедных людей, детей, это будет задача, это роль вот этого домостроителя, это распределитель большой массы денег и больших благословений. И вот смотрите, что мы читаем о Боге, что Бог, он полон благодати. Он полон многоразличной благодати. И у Бога как бы вот этот поток наполнен, как река бушует, идет, и Бог хочет вот эту благодать, вот это благословение, свою милость излить на человечество. И Он говорит, я сделал вас своими домостроителями, чтобы это благословение приходило на людей, на церковь через вас. Смотрите, что сказано на Иисусе Христе. Когда Иоанн пишет, вначале было Слово, и Слово было Бога, и Слово было Бог. В 14 стихе Он говорит, что и Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. Вот этот Иисус Христос, который сошел с неба, стал плотью, вочеловечился, стал ходить среди людей, и Он был полон вот этого потока, вот этого благодати, вот этого богатства от Бога. И если будем смотреть на Иисуса Христа, то Его характер, Его личность, каждое Его дело, оно отображало полноту всех даров, которые есть у Иисуса Христа. Вот то, что Бог хочет излить на человечество, на церковь, на этот мир, оно в совершенстве, как в большом таком бриллианте, отображало всю эту красоту в том, как Христос учил, как Он помогал, как Он служил, как Он жертвовал, как Он до каждой капельки отдал себя, до каждой капельки крови на кресте. И вот Бог, когда призывает человечество, люди, которые очищаются Его кровью, которые становятся Его детьми, Он говорит, я хочу, чтобы вы были, и я делаю вас своими вот этими домостроителями. Мы привяжемся к этому слову, домостроители. Это не в том смысле, что мы строим дом, но в том смысле, что мы распределяем. Бог доверил большую свою многоразличную благодать, которую Он хочет, чтобы мы разнесли нуждающимся. И мы вначале уже посмотрели, что служение в глазах Божьих это тогда, когда созидается Его церковь. Это может быть для того, чтобы кто-то возрос в вере, или может быть кто-то пришел в первый раз к вере. Это два разных подхода. Кто-то с улицы привлечен, уверовал через чье-то задействованное служение, или уже уверовавший возрастает. Но Бог созидает церковь, созидает невесту, которую вскоре представит своему сыну. Итак, понимаю ли я сегодня, что я Божий домостроитель? Нет, это не просто Виталий, Дима, еще братья. Это не просто ваш муж, это и вы, жены, и те, у которых дома маленькие дети, которых нужно мыть, кормить, которых воспитывать, когда мужа нет. Вы в тот момент являетесь домостроителями, являетесь распорядителями божественных богатств. Это то, что Бог сегодня говорит мне, и когда я готовился, я тоже начал рассматривать, смотреть на себя совсем по-другому, потому что если мне доверили 85 миллиардов долларов, а кто-то там нуждается, бедный в Африке, и он хочет, я хочу, чтобы ты не сидел, не держал это у себя, чтобы ты пошел и накормил их, а я говорю, нет, мне неплохо с этими деньгами для себя, это большая ответственность, но и с другой стороны, это такое освобождающее откровение, когда я понимаю, что это не просто моя сила, не мое богатство, я только проводник, эта благодать должна через меня пройти к ним. Это то, что нас подводит ко второму пункту. Он не просто призвал нас быть проводниками его благодати, но он одарил нас особым даром. Ты получил дар от Бога, каждый из нас, каждый, не только тот, который стоит где-то на видимом месте и заметное служение совершает, но это каждый человек, которого и не видно. Ты получил дар от Бога. Смотрите, как здесь звучит. Служите друг другу, каждый, это слово каждый, тем даром, который получил. Хочу еще раз прочитать с другого места, где это слово вновь и вновь повторяется, седьмого по один из стих двенадцатой главы Коринфянам. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному вера, тем же Духом, иному дары исцеления, тем же Духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения Духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Все же это производит один и тот же Дух, раздавая каждому особо, как ему угодно. То есть в теле Иисуса Христа нет ни одного. Вот здесь каждый уверовавший в Иисуса Христа имеет какой-то особый дар. Если вы сомневаетесь, что вы не имеете какого-то дара, то вам сегодня думать не о служении нужно, а о спасении. Потому что Иисус Христос, когда приводит в свое тело, приводит к себе, он не просто с пустыми руками тебя встречает, он встречает тебя с подарками, и он одаряет тебя. Такой у нас Бог. Мы читаем об этом также в Ефесянам, если вы помните, в 4 главе, где он говорит, «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». Посему сказано, «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Иисус Христос каждому из нас подарил дар. И что же это за дар? Возникает вопрос. Если Бог хочет через меня свою благодать излить на людей, то Он дает какую-то одну или две или пять у всех по-разному, какую-то особую способность, посредством которой эта благодать может происходить, проистекать или выходить наружу. Представьте себе вот этих соработников, или распределителей миллиардов долларов. Приезжая в Африку, они могут столкнуться с массами людей, которые знают. Приехали белые люди, у них, наверное, есть деньги, наверное, еда есть, они все просят. А мы не знаем, с чего начать. Я не знаю, как говорить на их языке, но находится кто-то, кто может. И он начинает переводить. Потом понимают, что у них воды долгое время не было, но среди нас есть трактористы, которые приобретают это оборудование и начинают копать ямы. Среди нас есть также сварщики, которые способны прокладывать эти трубы, чтобы вода текла, чистая. Среди нас есть жены, которые видят голодных детей и знают, что если бы только сейчас сюда принести вот эти всякие, всякую посуду, развести огонь, взять плов, приготовить соус, супы, то есть у людей есть способность, и очень часто мы ничего не делаем, потому что у нас ресурсов нет. Но ресурсы есть. Мы знаем, что у Бога есть многоразличная благодать, которую Он нам доверил. И Он доверил не только Свою благодать, но Он дал нам особый дар. Кому-то переводить, кому-то копать, кому-то варить, кому-то готовить пищу, кому-то чертить планы разные. И в этом служении красота тоже в том, что мы не одни. Это не служение одного человека своими силами, своим умом, но это служение многих, посредством многих даров, благодаря благодати, которая им доверена. Теперь только остается, чтобы эта благодать через нас прошла. Как же оно выглядело? Есть ли какие-то примеры, как оно выглядело? Вот смотрите, Павел, когда он пишет римлянам, он хорошо это отображает, он очень загорелся прийти и рассказать им о каком-то даровании, которое у него было. Смотрите, что он говорит. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное. Он говорит, у меня есть особое дарование духовное, я хочу вам его передать к утверждению вашему. То есть он видит, что церковь нуждается в утверждении, говорит, я хочу прийти и послужить вам в этой сфере. То есть утешиться с вами верою общую вашею, и моею. Похожая ситуация есть, когда фессалоникийцы, они не понимали, что происходит с Павлом. Они переживали, что же какие-то гонения, страдания, что бы это значило, начинали мучиться и переживать. И они видят, что церковь в каком-то страхе находится. И что они делают? И послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях этих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. То есть им нужен был человек, который их утешит, который их утвердит, который скажет особые слова, которые позволят им утешиться и перестать волноваться, а наоборот быть уверенными. Обратите внимание, они видят нужду и они знают, у кого есть способность восполнить эту нужду. Это служение, да? Увидеть нужду в мире или в церкви и восполнить ее таким образом, чтобы Божья благодать через нас, как по трубе, прошла и благословила их. Это служение Господу. И очень часто задается вопрос, классический вопрос в этом деле, или как же узнать, какой у тебя дар. Список даров, если мы читаем Римлянам 12 главу, Коринфянам 12 главу, Ефесянам 4 главу и Петра вот здесь вот немножко упоминается, вот эти четыре места говорят о дарах, он неисчерпывающий. И если внимательно читать, то мы не можем предположить даже, что он пытался, говоря, затрагивая эти детали, исчерпать все, их очень много. Кто-то, у кого-то есть позиция, что 27 даров где-то. Но мы не видим, что когда он описывал, он пытался со всех сторон все дары затронуть. Даров больше, чем 27. И как Маккартуру объясняет, он говорит, что это как будто бы Бог берет кисточку и перед ним краски. И он макает и нарисовал одного человека. Макнул другого. И если мы красили дома или еще что-то красили, мы знаем, что можно один цвет, который понравился, там столько разных оттенков одного и той же краски сделать, намешать. Вот Бог каким-то образом, у него такая обильная благодать, он может даже дар учителя дать проповеднику, он может дар учителя дать учителю воскресной школы, он может дать руководителю группу и один на один. Это все будут разные дары учителя. Не все смогут функционировать в разных сферах, но это особый дар, хотя как бы относятся к одной и той же категории. То есть здесь что хочется отметить? Нет смысла пытаться догоняться. Окей, вот смотря на список этот, какой же дар может относиться ко мне? И человек постоянно будет в сомнении, постоянно будет может быть, может быть, нет. Но что интересного в поисках и в познании того, как Бог меня может использовать? Это просто заметить нужду и восполнять ее. Заметить нужду и восполнять ее. Это очень просто, да? Звучит очень просто. Потому что Бог дал нам такую способность, наш дар заключается в том, как Он через нас хочет повлиять на церковь. И именно Он будет нас направлять и показывать, вот тот человек, смотри, у него какое-то положение сейчас в жизни, он скорбит, потому что у него какие-то финансовые проблемы, или он скорбит, потому что он одинокий, он нуждается во внимании, или он скорбит, потому что он запутался, его обманул дьявол, где-то он мыслит неправильно. И Бог, когда мы открыты перед Богом, когда мы ищем послужить Ему, Бог нам открывает эти возможности, и мы идем, естественным образом у нас что-то получается хорошо. и так, когда мы не просто ищем, какой же ко мне относится, а наоборот, ищем, где же есть нужда. И то, что у нас получается, естественно, то, что мы на самом деле делаем. Вот недавно готовился в бутскафе, смотри, сидит уже замужняя сестра с холостой сестрой вместе сидят, пьют кофе и общаются. То есть происходит какое-то созидание одной-другой, и оно происходит естественно, обоим приятно здесь находиться, вместе помолились, ушли. То есть какое-то созидание происходит, непринудительно, без образования, но происходит созидание церкви. Это происходит естественно. То, что благословляет других, и то, что подтверждает церковь. Церковь начнет говорить, у тебя это хорошо получается, или я получил богословение, когда ты вот пришел ко мне, поговорил со мной, или пришел, помог здесь. То есть утверждение со стороны церкви, и ты можешь, о, действительно, вот здесь, вот в этой сфере, я чувствую себя комфортно, у меня получается, я делаю это естественно, и это благословляет. Может быть, это мой дар. Но возникает вопрос. Мы понимаем, что Божья благодать, Божий поток, вот этот, он полон благодати, он хочет через нас излиться, у нас есть дар, да? Ну почему, почему же все-таки так мало, мы сами служим так мало, и почему так мало люди служат сегодня? В чем могут быть причины? Я хотел три или четыре причины отметить, быстренько, да? Что может препятствовать? Во-первых, служение, это очень тяжелая работа. Когда Павел начинает писать, раскрывать эту тему в 12-й главе римлянам, помните, как он начинает в первом стихе? Чтобы ваше служение было благоприятным Богу, чтобы оно было угодным Богу, то ваше тело должно стать жертвой живой. Для угодного, как там писано, представьте тела ваши в жертву живую, святую и благоугодную Богу, для разумного, чтобы служение было благоугодное и разумное, тело нужно представить. А тело представить очень больно, очень не хочется, да? Это занимает время, это занимает семью, и мы знаем, что если жена не благословляет и не отпускает тебя на встречу или на подготовку, ты не будешь готовиться. Ты даже молиться нормально не сможешь, если жена совместно понимая, что это дар, который Бог подарил в нашу семью, моему мужу или моей жене, мы не сможем совершать это служение. То есть, это занимает всей семьи, и жене нередко приходится воспитывать непослужных детей самой. Но это часть вот этой тяжести, да? Это тяжелая работа, люди не хотят это делать, потому что мы ленивые. Второе, я хочу отметить, это требует святой жизни. Как-то МакАртур тоже сказал, что моя жена ожидает всегда, вот когда я говорю проповедь, когда я провожу семинары, она ожидает, что я буду так же и жить. То есть, для него особенно, для меня тяжело, когда на тебе такая ответственность. И каждый, кто учит даже своих детей, бог ожидает, чтобы мы вот так поступали, чтобы мы говорили правду, чтобы мы по дороге ездили, и потом смотрит, мы превысили, да? Потом смотрит, мы на телефоне. То есть, уже ответственность ощущается. То, что мы говорим детям, они ожидают, что мы так и жить будем. И вот в служении человек задействованный, на него возлагается более какая-то серьезная ответственность. И если у тебя какой-то конфликт в семье возник, ты не можешь проповедовать, ты не можешь идти и служить, потому что ты знаешь, твое отношение нарушено. Если я не могу дальше проповедовать, не сказать, что брат Сергей пришел, мы очень рады Сергея с его женой видеть. Да, Гафонов Сергей, Сергей Леонидович, мы очень рады вас видеть. То есть, еще что препятствует вопрос из святой жизни, если, допустим, я на сына прогневался, а сам иду навстречу, я не могу. Я не могу держать какой-то конфликт в сердце, не примирившись и совершать служение. Я просто не смогу. И поэтому, особенно тогда, когда человек занимается каким-то регулярным служением, это не просто какое-то событие нужно провести и потом до следующего года, а это из недели в неделю. Ты не можешь расслабиться, ты не можешь делать то, что другие люди могут делать. Ты постоянно должен идти куда-то. Это тяжело. Это требует святой жизни. Еще, что очень часто препятствует, это незрелость. Это не хватает навыка, не хватает опытности. Это когда ты делаешь, потому что ты просто начитался, потому что ты сам это не переживал, но ты все равно не убежден внутри. Ты понимаешь, что все звучит правильно, так кто-то говорит, но действовать в соответствии это нет уверенности, потому что нет навыка, еще незрелость. Еще бывает такое, как страх служения, когда человек никогда не ходил по этой территории, он никогда не переживал того, чтобы Бог его использовал в этой сфере, и поэтому для него это все новое, и он переживает, а будет ли у меня смелость, а будут ли у меня правильные слова, а что я скажу, а как я скажу. И поэтому, как будто бы это служение для тех, кто уже образованный, тех, кто знает, я не буду это делать, это не для меня, человек замыкается. Но хочется обрадовать всех нас. Смотрите, что дальше раскрывает нам этот текст. Бог не просто дал свою благодать, которую он хочет излить через нас, он не только дал свой дар особый, сверхъестественный дар, посредством которого он хочет это излить, но Бог также дал нам слово свое. Бог дал нам что сказать. Смотрите, как здесь написано. В 11 стихе. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Вот это слово, переведенное как слова Божьи, oracles of God, смотрите, как некоторые переводы говорят. oracles of God, или utterances, произнесенные слова Богом, или speak as though God was speaking through you, or as one who speaks the very words of God. То есть, вот это слово, оно носило какое-то мистическое значение в древности. Вот когда люди приходили к колдуну, или к ворожею, или к какому-то гадателю, они ожидали, когда же он даст мне какое-то особое откровение, какую-то особую информацию о будущем. И вот они могли смотреть на змей в яме, как они двигаются, и узнавать, или они могли прислушиваться к пению птичек, или смотреть, как рыбы в аквариуме плавают, и каким-то образом они получали, по их словам, получали какое-то особое откровение. И люди приходили к ним за советом, стоит ли мне создавать этот брак или нет, будет ли он успешен, и они им говорили будущее, или идти ли на войну, будет ли победа, создавать ли этот бизнес, будет ли успех. И вот люди относились к таким вот откровениям, они используют эти ораклс, или вот эти особые откровения, которые они искали у этих ворожеев. Но это же слово, Бог говорит, я вам дал сверхъестественное откровение, я вам дал особое слово, которое сам я произнес. И вот когда вы идете к этим людям, когда вы начинаете служить, моя благодать, мое благословение будет проистекать через вас, когда вы используете эти слова. И знаете, это и страшно, и благословенно одновременно, потому что теперь у нас большая ответственность, когда мы говорим что-то, совет человеку, когда мы пришли побеседовать, и он задает вопрос, чтобы не просто сказать мнение, сказать, как бы, взгляд чей-то передать, а действительно передать слово Божье. Это ответственность, но одновременно и великая свобода, потому что мы не свои слова говорим, а мы говорим слова самого Бога. Помните знаменитый стих, где сказано «все Писание Бога духовновенно и полезно», чтобы кого-то чему-то научить, чтобы кого-то в чем-то обличить, чтобы кого-то в чем-то исправить и на что-то наставить. Это не наша убедительная речь, это не наши какие-то догадки, это действие самого Бога, который он уже проговорил это слово, и он хочет это слово принести человеку нуждающемуся. И не только Бог дал слово, он дал еще и силу. Смотрите, как он здесь говорит об этом. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог. Препятствие, которое часто нас останавливает в служении, это то, что мы боимся и мы думаем, а что я смогу сделать? Я такой маленький, незначительный человек. Так это же совсем новый человек, посмотри, как он выглядит. Я не знаю, ни мудрости не имею, ни опыта, ничего, и человек замыкается. Но он говорит, я дал вам силу. Это ability, which God gives us, по-английски. All the strength and energy that God supplies. И тоже интересно отметить, вот это слово сила, искус, это потенциальная сила, вот значение, если смотреть, как оно использовалось, оно всегда подразумевало собой потенциальную силу. Это какой-то скрытый потенциал. Это то, что еще не видно, но который вот-вот хочет вылиться, как только ты начнешь участвовать в служении. Почему я хотел это подметить? Для того, чтобы участвовать в служении, нужна вера. Когда ты выходишь и боишься, и ощущаешь, что ты не готов, что я сейчас буду говорить, ты мучаешься и переживаешь. Но здесь есть такое великое обетование, что если Бог дал тебе дар, Он дал тебе благодать, Он дал тебе слово, и Он дал тебе свою силу, то не переживай о том, будет ли оно эффективно или нет. Будет. Тебе нужно начать действовать. И вот когда ты начинаешь действовать, когда ты начинаешь служить, тогда сила проистекает. Многие люди, не веря в это, они ожидают, когда будет особое побуждение, когда будет наполнение особое, вот тогда я начну делать. Здесь сказано, что сила есть, слово есть, благодать есть, дар есть. Действуй. И вот человек, который в это поверил, он начинает, идет к соседу и приглашает в дом. И вот он удивляется, столько вот ныг делится, столько, целый район, столько возможностей говорить людям, они все идут. И казалось бы, раньше какой-то страх был, но сила есть. Ее просто нужно раскрепостить, чтобы она начала действовать. И это возникает только тогда, когда мы начинаем служить. Это потенциал, силы заполняет нашу душу. Но чтобы он начал действовать, мы должны вступить. Как евреи вступили, когда вошли в Иордан, в воду, она еще течет, река идет, Иордан, ну куда вы пошли? Казалось бы, сейчас водой снесет и ковчег, и все ваши платья, потому что они одеты в балахонах, а они все равно пошли. И вот когда ноги вступили, когда они начали действовать, тогда сила излилась, и Иордан остановился. Как же все это действует на практике? Вот допустим, музыкальный дар. Мы знаем, что очень много есть людей в мире, которые красивее поют, чем мы с вами. Но каким образом музыкальная способность взять Слово Божие, которое он произнес, сложить его в стих, приложить к нему песню и издать его таким образом, что люди сидят в слезах, созидается, они могут прослушивать этот диск вновь и вновь и получать созидание души, получать обличение, побуждение к тому, чтобы молиться и исправляться. Особый дар музыки. И еще, если человек не просто способен эту мелодию сложить так вместе и произвести, он способен собрать людей, которые тоже умеют петь, которые на инструментах могут, и они могут расширить это, какое-то служение организатора или начальника, который способен организовать группу, чтобы они пели или хором, или каким-то оркестром, или групповым каким-то бэндом и так далее. То есть музыкальный дар. Или, допустим, дар раздавателя есть. Я не знаю, если вы испытывали благословение от раздавателей. Я до сих пор помню, в России у нас большая семья была, и обычно посылки, какая-то гуманитарная помощь нам давали, потому что у нас самая большая семья была в России. И до сих пор помню черные кроссовки с Америки. Мне они так нравились. Знаете, там в России такие кеды там еле-еле, которые из поколения в поколение твои деды носили. И тут у тебя кроссовки такие мягкие, баскетбольные. У меня даже, когда подошва оторвалась, я шилом проткнул дырки и проволоку стянул и носил их в продажах, потому что они мне так нравились. Это гуманитарная помощь. Кто-то пожертвовал, какая-то церковь с Америки пожертвовала. Или когда не знают о твоей нужде, и у тебя есть финансовая нужда. Студент, мало работаешь, дети есть, и тут появляются деньги. Какая-то сумма денег приклеена к твоему стеклу. До сих пор не знаешь, откуда все. И дети спрашивают, это Бог конверт с неба бросил? То есть дар раздавателя. Интересно, такие дары, они по-особому умиляют сердце, они по-особому ставят тебя на колени и благодарят Бога. И об этом, может быть, никто не знает, но такие дары есть, их нужно использовать. Или, допустим, дар сострадания. Хочется еще один пример привести. Дар сострадания. Допустим, я хотел бы сегодня тоже призвать всех нас, особенно мужей, задать вопрос, а какой дар у моей жены? Я задался этим вопросом, я готовился, и я еще раньше спрашивал, что у тебя получается делать? Свою жену спрашиваю. Она говорит, мне жалко людей. Окей, хорошо. Она эмоциональная по натуре, и это не дар, это плоть наша, то, что мы эмоциональны. Но где здесь проявление духа? Вот мне жалко людей, мне всегда хочется помочь тем, кто в нужде, и когда я вижу одиноких, незамеченных, хочется подойти. Думаю, окей, интересно, как же это проявляется? И вот за последние несколько недель в наш дом приходили разные люди, особенно после лагеря, когда нам наставили, что мы должны проповедовать Евангелие. И вот я удивляюсь, люди приходят и начинают открываться. Я, уходя на работу, к 7 вечером сижу, ужин, и тут одна из ее подруг, не с нашей церкви, и начинает просто в слезах рассказывать свои проблемы, и говорит, я вообще не знаю, почему я вам сейчас это все говорю, а я внутри сижу, я тоже не знаю, почему ты сейчас нам это все говоришь, да? Но потом, когда вот так один за другим, третий, и ты смотришь, что вот этот особый дар, когда люди ощущают, что тебя выслушают, что тебя сейчас поймут, что тебе хотят помочь. И вот у моей жены есть такое, но когда эти люди уходят, они говорят, я не знаю, что им говорить, я хочу много им рассказать, но оно не выходит, у меня нечего. И вот на одной из таких встреч я говорю, окей, подожди-ка, первое послание Петра, третья глава, мы же только прошли, и давай тут по порядку все объяснять. Вот смотрите, как Бог, Бог невзря соединил меня с моей женой, я бы никогда не смог повлиять или засвидетельствовать этим женщинам, потому что, во-первых, они ко мне никогда не подошли, во-вторых, никогда прот не открыли о своих проблемах. А у моей жены есть дар, который позволил ей раскрыть их сердца, почувствовать, что здесь любят, здесь поймут, здесь помогут. Какой дар у твоей жены сегодня? Как ты можешь позволить ей, чтобы она могла служить Богу посредством этого дара? Потому что благодать Божия есть, дар Божий есть, слово Божье есть, сила, если тебе не нужно слово говорить, если тебе нужно просто действовать, дела какие-то совершать, сила уже есть. И знаете, в заключении хочется очень важную деталь сказать. Этот текст этим не заканчивается. Как будто бы весь фокус мы еще даже не посмотрели на самое главное. Как будто вот эти все важные детали, служение Богу, чтобы церковь созидалась, чтобы дары исполнялись, все, да? Ну посмотрите самое главное в этом отрывке. «Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава, по-английски, которому belongs, которому принадлежит слава и держава во веки веков. Аминь». Когда Петр говорит эти слова, и он заканчивает как будто таким восклосом души, как бы крик души, вот этим прославлением Богу, которому слава и держава во веки веков. «Аминь». То есть, что он хочет сказать? Обратите внимание, откуда появился этот дар? Откуда у нас такой дар, способность такая сверхъестественная? Это от Бога. Откуда у нас есть сила? Сила, чтобы все это совершать. Силу дает Бог. Откуда мы такие умные и знаем, что сказать? Это произношение самого Бога, это Слово Божие. Откуда эта благодать, которая изливается, вот эти ресурсы, которые изливаются? Это все от Бога, да? И обратите внимание, человек может или обкрадывать Бога и себя продвигать, утверждать в служении, или человек может понимать, что все это даровано от Бога. И все это я делаю, чтобы когда я это буду совершать, чтобы люди, соприкасаясь с живым Богом через эти дела, чтобы они узнавали, кто же этот Бог. А вы знаете, это тот Бог, который сотворил вас. А вы знаете, если бы не Иисус Христос, умерший и воскресший за мои грехи, я бы никогда это сейчас не делал. И когда люди начинают соприкасаться с живым Богом, они начинают понимать, что все во всем Господь. Вот если африканцы начнут задавать вопрос, откуда у вас все эти финансы, кто за этим стоит? Люди могут сказать, это Билл Гейтс, он отдал все богатство, он всю жизнь работал, разбогател, он отдал все это вам. Но они его могут и не увидеть, потому что он сам руками своими не действует. Но когда люди начинают задавать вопрос, а почему вы все это делаете? Почему вы приходите? Почему вы служите? Тратите время? Говорите все это. У вас же своих дел. Мы можем сказать, потому что Христос. Потому что Христос за меня умер, и я был погибшим. Если бы Он не воскрес, если бы Он меня не вытащил из греха, я тоже погибал бы, но Он это сделал. Бог дал мне дар, Бог дал мне свою благодать, Он дал мне свое слово, дал мне свою силу. И поэтому я все это делаю, и вот Ему вся слава. Вот именно таким образом Бог, когда смотрит на нас с вами, Он говорит, ты добрый домостроитель. Если ты понял, что я хочу благодать излить на людей через твой дар, вот тебе дар, вот тебе сила, вот тебе слово. И когда я это делаю, когда я это повинуюсь и всю славу возношу Богу, то церковь созидается и Бог прославляется. Вот в чем заключается служение Господу. Вот какими нас хочет видеть Он, потому что Он скоро придет. Говорит, я скоро приду, я хочу, чтобы вы любили друг друга, пребывали в молитве, чтобы вы открывали домы друг от друга и служили друг другу. Давайте мы помолимся. Аминь. Господь, я прихожу к Тебе и я очень благодарен Тебе за то, что Ты все сделал так чудесно. И это все от Тебя. Это нисколько не от нас, нисколько не от плоти. Это все от Тебя. То, что Ты возлюбил, то, что Ты пришел, Ты обнищал ради нас. Ты был полон благодати, будучи здесь на земле. Теперь Ты наполняешь нашу жизнь. Теперь Ты наполняешь наши сердца Духом Святым, и Ты хочешь через нас злиться на окружающих. Действуй, Господь, прославься в этом. Пусть Тебе все больше и больше еще будет слава и хвала в нашей церкви, в наших сердцах, в наших жизнях. Во имя Иисуса Христа прошу. Аминь. Продолжение следует...